Всем привет друзья, с вами Фризен, продолжаем Метро Исход. В прошлой серии мы приехали в Новосибирск, мы с Мельником пошли на разведку, и он меня затащил в метро. Мне опять заспойлерили, пообещали, что Новосибирск будет очень атмосферным городом. Сейчас мы будем это проверять. Что происходило здесь в последние месяцы жизни города? Как смогли они выжить так долго при таком загрязнении? И почему убивали друг друга с таким остервенением? Война, ладно, но массовые расстрелы? Неужели даже глядя смерти в лицо, мы, люди, не можем не вести себя как звери? А я же говорил, да, в прошлой серии, что у них был ковид. О! Кстати, я вот когда заходил, сейчас, меня почему-то загрузило в том месте, где мы слушали магнитофон. Но я опять прошел этот путь, собрал все... Ты чё шукаешься? Прошел этот путь, собрал все грибочки, по приколу свалился опять в яму, потому что там тоже были грибочки. Ну, чтобы не терять суть того, что у нас было. Так. Доль или долой? Долой. И, ну... Ну, тебе говорю, все в масках. Массовые расстрелы, потому что нефиг массово собираться. Все-таки война. Блин, это какие же спойлеры, а? То есть ковид еще не отменили, да? Сколько? 13 лет? Мы тут... Они тут шарятся. Смотри, они держали оборону бронелетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепления не успели. Пошли на станцию, может, там что-то прояснится. ДШК. Вечные защитники. Как ты понял, что это ДШК? Масштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Ага, вот и пойми теперь, что лучше, ложь и жизнь, или правда и смерть. Вау, вот это неплохо. Что? Что это орет? Что-то мне не по себе. Сирена? До сих пор работает сирена? Реально, сейчас только что работала сирена. Ну пойдем, пойдем. Чего это ждать-то? Реально, слышишь, сколько много пыли? Ты как? Ничего не мерещится. Да подожди ты. То есть, несколько секунд назад был... Была сирена. Как мы только поднялись в вагон, вот сейчас справа кто-то заряжал оружие. Перезаряжал. Я этого не делал. Мельник не делал, потому что у него руки заняты. Возможно, здесь кто-то остался вживой. И сейчас на нас будет облава. Хватанули мы порядочно. Я уже готов. Потому что вон там кто-то... Ааа, смотри, какие у нас тени. А, это не тени. Ааа, это дети тени. Я думал, это наши тени. Сука, они опять до мурашек доводят. Ну, два ребенка. И там он в конце кто-то сидит. Ну и дал. Блин. Они... Вот эти вот тени у меня вызывают мурашки вечно. Сука, реально атмосферный город. Как и обещали. Кто топает? А, это Артем топает. Сохранение. Дай патрон. Ё-каць. Еще одна могила. Тут бой закончился. Охренеть. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Да дай мне туда пройти. Что? Да, мне по ушам долбит. Охренеть, по ушам долбит. Ааа. Не знаю, что я кинул, но я что-то кинул. А, может быть нож? Ай-ей. 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 Вот суки какие, а. Да блин. Где еще? Все, лезут и лезут. Блин, и гранаты нет. Кинуть в них. Ничего нет. Да попади ты в кого-нибудь. Вот они быстрые твари. А кто же оружие перезаряжал? Почему? Вот это да. Вот их. Меня больше смущает то, что кто-то перезаряжал оружие. Попади все опять. Будто мертвецы поднялись. Да ладно тебе. Попали в самое логово этих тварей. Ладно. Давай попробуем открыть ворота. Ну открывай, они же не одновременно открываются. Сам справишься. Нет? Значит идем вон туда. Ну давай. Взяли. Ну от них был очень мощный гул. Прям по ушам било. Если кто будет слушать в наушниках, тот поймет. Ну я не знаю, кто там перезаряжал? Кто там заряжал? Пошли. Хватит, пошли. Мы только что начали. Ну пошли. Ладно. Я понял. Это станция сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Как ты все знаешь? Он очень сильно осведомлен. Знает метро. Знает переходы. Он даже информирован про военные группировки в этом городе. Неплохо подготовился, полковник. Но я лучше буду ходить за ним. Он ходит и звенит своими бубенцами. Ну в смысле ногами бубенцами. Не подумайте. Так. У меня уже щелкает. Маску наверное надо надевать. 50% радиации. О. Может бахнем? Хлор. Опасно. Что антисептики закончились? Вы хлорка начали руки обрабатывать? Видишь баллоны? Так. Хлор. Траванули всю станцию. Вот откуда такая гора трупов. Им тут похоже не до шуток было. Ну да. В час пик всех поймали и траванули. Неплохая тактика. Опа. Не знаю кто куда. А я захожу сюда полковник. Тут ты блин. Пыли. Давно тут все заброшено. Не толкай меня. Он толкает меня. Все отстань. Я шел назад. Он толкает меня вперед. Ну значит мы верно шли. Хотя чек. Но что здесь? Заперто. Заперто. Винтеля нет. Логичный проход только один. Он наверное там что-то рассказывает. А я его не слушаю уже. Убежал куда-то. Артема смотрись тут. Ага. Я уже. Я уже нашел. Все. Веревка, запчасти. Все мое. Шкафчики тоже мои. Здесь что? Записки. Блин. Вот реально. Надо будет выделить целую серию. Чтобы вычитать эти записки. А что? А. Все метро строились похоже. Так что здесь должна быть лент шахта. Ну пошли. Я не хочу тебя вечно толкать. Иди сам пожалуйста со своими лапками. Ну какой же ты долгий а. Нет я конечно не тороплю его. Возможно. То есть я не его не тороплю. Хочу проникнуться атмосферой. Но я не могу. Потому что. Так. Я не могу. Проникнуться атмосферой. Потому что со мной ходит напарник. Который вечно разговаривает. Если бы я ходил один. То я проникался бы больше. Так это я мышку подвинул. А то мне приходится. Ходить рядом с ним. И слушать то что он говорит. Чтобы. Держать самого себя в курсе. Типа событий. Если пойдем прямо. Выйдем в вентиляционный тоннель. А оттуда. В соседний. Путевой. Ну пойдем. Я сейчас я столкну отсюда. Вот ты блин. Думал баг. Вот железка. Черт. Видишь вот эту рамку. Вот эту. Я думал. Вот что белая стена. Это вот эта стена. А вот эта темная. Это просто пространство. Между этой стеной и этой. Слышал. Слышал. Смотри. Эта решетка не закреплена. Блин, что там. Ха-ха. Иди-ка ты нафиг. Я тут стою. Я вон ловлю рацию. Кто-то. Ну ты серьезно. Ну на, смотрю. О. Детские ноги. Сейчас скример мне в рожу пролетит. Здрасте. Ребенок тебе говоришь? Лайвит его. Блин, ребенка поймать уже не можем. Вставай. Давай подсажу. Давай худо. Вау. Неплохо. Это что за платформер нашелся? Напомнил это прошлую часть игры, когда мы за мелким гонялись. Смотри, что он творит. Не, он, конечно, маленький, юркий. И в нем энергии больше, чем во мне. Так. Я так думаю, что здесь ничего не будет. То есть, типа, лутать мне незачем. Я сейчас вышибу эту дверь. Хе-хе-хе. Учуть-чуть-чуть-чуть. Поймаю-поймаю. Где он? Вот маленький, а, проныра. А он бы уже здесь за дверью спрятался. Я бы на его месте так бы и сделал. Давай, Артем, резче, шевели кутяпками. Все. Нет. Ломай, Тема. Что ты тупишь? Вот вечно тебе надо что-то потрогать. А хер его знает. Так. А где он? Ха-ха. Да он здесь куда-то ушел. Вот сюда. Вот дверь. Мельник, пропусти меня. Да он не может. Он не может быть здесь, в шкафчике. Ты что, гонишь? А ну-ка. Серьезно. Как мы умудрились два взрослых мужика потерять какого-то мальчишку? Что за нафиг? Какая-то магия, блин. Мельник, ты здесь, мы знаем. Ну, давай вот куда-нибудь сюда ломанемся. Нет, не пускают. Ну, а кто мне сверху светит? Вот кто? Это ж мальчик меня светил. Иди сюда, парень. Хватит спрятаться. Не бойся. Так, сюда меня не пускают. Я бы прошел. Я бы в ту дверь ломанулся. Может мне... Мы просто хотим поговорить. Начинаются, блин, аутласты. Только я в роли маньяка какого-то. Открываем шкафчики. Блин, то, что ты орешь на него, это ничего не дает. Открой мне эту дверь. Мельник. Не обидим. Мельник, дверь открой. Дальше я уже решу, что делать. Тьфу ты, блин. Боряться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Я думал, там мальчик сквозь трубу светит своим фонариком. Что ты взять хочешь? Лови его, мельник. О, Артем, держи. Сам держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Кто топрый? Рядомарь Кирилл Хлебников, отряд специального назначения ОСКОМ. Хера себе. А больше я вам ничего не скажу. Можете сразу убивать. Охренеть. А, сейчас дверь открыта, да? Значит так, рядомарь. А, телепортируется. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из ОСКОМ. Вы что, не с ними? Нет. С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. А то я тебе или ногу прострелю, или к наручниками к себе прикую. Ну, сразу какой дружелюбный стал. Нифига себе мальчик. Проспект чего? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Я знаю только один проспект. Проспект Мира. Ну, идём. Так это в Москве. Вы оказали цель близко. Но зачем вам институт? Ой, не вникай. Задание у нас. Больше сказать не могу. Хера себе тут понавешали. Так оттуда давно всю зелёнку вынесли. Какие там задания? Ой, зелёнку сами пейте. Нам она не нужна. Зелёнка. Мельник, блин. Сколько тебе лет? Вы вообще с какой станции? Мы из Москвы вообще. Стоит им говорить об этом? Я из полюса. Так. А это где? Далеко. Это в Москве. Ты не поймёшь. В Москве? Сейчас? Чёрт, насачи. Насачи? Ты им название уже придумал? Смотрите меня, скорей! Насачи. Сука, и заперся. Красавчик. Хер ли ты ко мне сразу лезешь? Акула ты ушастая. Прямиком ко мне идёт. Как будто других никого не видит перед собой. Да-а-а. Попадал бы я бы ещё. Мельник. А, на это что скажете, а? Скажу, что в меня попали. Кстати, я тут заметил фишку, что если Артём сам падает с какой-то высоты и у него краснеет экран, то он восстанавливает все здоровье сам. А если тебя... Ты чё там пукаешь? А если тебя ранили, то краснота не пропадает. О, белые пошли. Они какие-то более мягкие. Да, ёпкаю. О, дай мне таких шаров. Нравится, нравится, тварь. Ну, вроде всё. Ну, всё, Мельник, успокойся. Нет там никого. Блин, а у тебя весёлая пердушка. Пушка-пердушка. Да, он сейчас уже здесь выйдет. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Да нет. Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Мне кажется, он пошёл за подмогой. Питок мутантов. Подумаешь, питок. Честно, я полковник Мельник. Командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворот открою. Ты такой забавный мальчик, а? Хера себе ты, открыватель. Прям весёлая обезьянка. Проходи, Мельник, блин. Сейчас он спрыгнет, всё закроется. Хм, вот это механизм. Банки я разбираю пока. Да, это нормально. Ой, сколько мы уже этих войн повидали. А? Текстура. Мрыкая плоская. Как будто нарисовано. Вот прям с этой стороны. Просто нарисованный объект. Ладно, что у вас тут с войной было? Рассказывай. Краска. Стены, что ли, красили? Ванна. Трава какая-то. Уютно у вас тут. А где все? Родители дома? Отец на задание ушёл. А больше нет никого. После войны никого не осталось. Ха-ха! Зря ты так, Мельник, оружие бросаешь. Опа! Ничего себе! Ядерную войну город пережил. Новосибирск. Главный вокзал. Да вы с отцом вдвоём остались. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зелёнки был. Как у богачей. Зелёнка. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушёл. А когда он вернётся? Не знаю. Или не вернётся. О-о-о. Блин, мне его искать, что ли? Понятно. Знаешь, куда он пошёл? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий пошёл. Говорил, с картой точно найдём чистое место. Ха, мы, кстати, тоже ищем. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей... А мне верстаком. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой. Надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник? Слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Всё ещё спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабила, что... Аврора, повторите. Приём. Аврора, как слышите? Приём. Чёрт. Опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарства, встретимся здесь, потом вместе за машиной. Без антирады на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа, для выхода из города берёг. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Я не могу. Вон, у них тут верстак, что надо. Ну так рюкзак сними, я сам разберусь. Если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. А-а-а. Только про патроны не забудь. Рельсу. В общем, когда будешь готов. А я её разобрал случайно. Ну ладно. Артём, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Блин, у меня 25 минут есть, если что. Справлюсь, наверное. Я ведь видел. Так. Слишком жирно ты хочешь. Я не могу ловить нечего. И это слишком дорогая херня. Блин. У меня этих деталей всё на минималке стоит. Не хватает ни на что. Чисто почистить оружие и всё. Кирилл. А как ты узнал, что он Кирилл? Он же молчал. Антирада не осталось почти. А без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому. Ну, мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего. Я привык. Ладно. Я пошёл. А вот это развлекай здесь. Ага. Вот она где. Кто? Ты мне что-то ищешь или что? Я так понял, что вон та вентиляция. Что это такое? Антирадин? Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Мне сюда дай одной. Вот благодаря чему они выживали всё это время. Было бы смешно, если сейчас полковник дал бы внеочередное звание этому рядовому. Это было бы просто самый эпик ржача. Дай сюда. Ну что, готов? Сейчас прям в колюсе. Прям сейчас. Заряжен? Ну, с Богом. Хватит обниматься. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперёд. Хе. То есть... Блин, назад уже не посмотреть. То есть вы там вдвоём остались. А вы случайно их не приманили ко мне? Вроде нет. То есть вы серьёзно меня бросили, а сами там общаетесь? Ладно. Как-нибудь справимся. Сохранюшку сделаю. А то мало ли мне тут прилетит. Самовар. Меня всегда удивляли вот эти вот места. Места, в которых люди уже живут. Жили. И у них всё равно остаются ящики. Со всяким хламом. Маску дай. Картины. Ну, серьёзно, сколько можно ящиков этих тут хранить? Капец, ты заряжен был, как ракета. У него всяких патронов было куча. Но мне по-любому надо наверх лезть. Кто там топает, слышь? Не топай, не чавкай. А то сейчас поднимусь к тебе. Всё скрипит, всё гремит. Я, кажется, понимаю, что это сделано для игроков, которые ищут. Но всё равно это как-то глупо. Как-то глупо, то что их здесь много. Какие-то хорроры начинаются. Ужастики. Меня кошмарит кто-то. Блин, ну ты реально сейчас какая-нибудь тварь вылезет из угла и всё. И можно сразу уже сменить себе сердце. Потому что будет инфаркт. Твою мать. О! Тьфу ты, блин. Зелёнка. Хотя это одно и то же, что аптека. Смотри, что они замутили. Они выпустили, выпустили, выпустили новую, новый слоган. Так. И пустили её в оборот. И назвали эту фигню зелёнка. Прикольно. Вместо того, как чтобы назвать аптека. Мясо элитное. Мясо элитное. 22 зелёнки. Фига себе подешевело до одной зелёнки. Потому что зелёнки стало мало. Тогда почему стала одна стоить. Это, видимо, наступил кризис. И вот продавец решил хотя бы за одну зелёнку продавать. Потому что ему нужна была зелёнка. А за 22 зелёнки его нахер посылали. Блин, я отлично ведусь на эти фотки на стенах. Даже начинаю стены все обсматривать. Ради каких-то фотокарточек. Опа, зелёнку нашёл. Ну, переработал почему-то её сразу. Сука. Топает и топает. Бегают, топают, тварь эти. Они жуткие. Ой. Серьёзно жуткие. Ланенька, давай сходим в аптеку эту. В зелёночную. Узнаем, что у них там. Думал человек сидит на жопе. Сложил перед собой ноги. И ещё рукой отмахивается. А оказалось, что нет. А мне точно сюда надо? Я бы спустился в метро. О, точнее, ещё ниже. Я, конечно, сейчас посмотрю, что здесь имеется. Дантист. Прикольно. Тихо. Я вот не знаю. Нет, по-моему, мне так сюда и надо идти. По жопе. Потому что компас указывает... Проспект. Какой? Красный проспект. Видишь, указывает сюда. Но я не хочу сюда идти, потому что я ещё не залутал... Внизу ничего. Тем более, там написано оружейня. По-любому здесь должно быть что-то. В оружейне-то, да? Хоть каких-то патронов насыпьте. Ага. Это я дышу так? Или кто-то на меня так дышит? Да, кто-то на меня так дышит. Твою-то мать. Это что за тревога? Дайте больше патронов. Хорошо. Калашные патроны дают. А надо они мне? Я вроде не стреляюсь. Из калашей. Здесь потрогать некого. О-о-о-о. Что такое? Вот так вот оружие валяется на ровном месте. Человечек. А эти все... Ай, блин. Я увидел вначале вот эти все четыре, все пять ящиков. У меня на секунду прошла мысль, чтобы они были все активные. А оказалось, что только один из них ящик активный. А можно вот эти патроны взять? Я их... Я найду им применение. Даже если переработать, то уже до хера получится. Так, там нет ничего. Хорошо. Возвращаемся в аптеку. Где у них проход? Идем куда-то дальше. То есть, мальчишка, сидя у себя дома, вот так вот на всей станции управляет фонарями? Или это просто так совпало? Ну и куда вы поскакали? Так, почему этих сожгли всех? Кого-то хлоркой погасили, а этих просто сожгли. Так, у него кожа виднеется. Не знаю, как его там... Как их подпалили? Что у него кожа осталась? Так, это уже больше похоже на правду. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух. Выжил, да? Красавчик. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Передвигаемся, передвигаемся. Отваливай. Ха, придурок. Все равно упал. Так, непонятное здание все прогорело. А где он? Я стою в более выгодном положении. Я стараюсь не двигаться. Потому что я могу упасть в любой момент. А они скачут, ломают все, гады. Да сколько вас здесь, слышь? Прыгни. Сколько вас здесь, тварей этих, а? Голых и носатых. Получил в носопырку? А все равно кто-то есть. Не слишком ли у вас много здесь? Так, так, так. Тихо-тихо. Все скрипит, все ломается. Здесь я не пройду, естественно. Может, покрутим? Покрутим чуть-чуть. Отпусти, Артем! Я уже перехотел крутить. Мне теперь интересно залезть вниз. Хочу спуститься вниз, собрать грибов. А кто выключил свет, простите? Они что, решили все в одну точку прийти? Вот именно сейчас вы захотели прийти все сюда. Да, блинский ты прыгун. Он два раза сделал свои прыжки, я два раза промахнулся. Скотина. Блин, я, конечно, хочу спуститься, но я боюсь, что я... Давай сохранюсь. Я боюсь, что я не вылезу. Но не могут же они просто так тут делать целую территорию. Тем более с припасами. По-любому отсюда должен быть выход. Меня же специально открыли эту территорию, чтобы я увидел, что здесь происходит. Ну да, вот он, выход. Хорошо. Аптечка, аптечка, на тебе аптечку. А то мне опять напишут, чтобы я не забывал про аптечки. Я же про них не забываю, просто меня это не особо напрягает. То, что у меня... То, что у меня небольшая царапка на лбу. Это ж не пол экрана красного. А, в принципе, все рядом оказалось, да? Побежим. Упадем так упадем. Всех тварей перебили. Гермоворота куда-то открыли. Где открылось-то? Что открылось-то? Вот это я открывал? Вот это? Вы для этого придумали специальную херню? Серьезно? А куда эта дверь делась? Хе-хе. Вот это новости. Не хочу я здесь выходить. Ого. Блин. Территория-то более обширная, чем нам казалось изначально. То есть, они сделали метро более широким и более атмосферным, да? Как нам и обещали. Опа, шашки. Эй, вставай. В шашки сейчас играем. Показывает компас в обратную сторону. Опа. Блин, пулемет неактивный. В прошлой части хотя бы пулеметы можно было потрогать. А здесь нельзя. Все взял. Так, на стенах ничего нет. Это я не дотянусь. А, дотянулся. Хорош. Ладно-ка, по компасу нам... Куда? Точка. Это что за точка? Ё-моё. Ты угораешь. Целый город мне скинули. Мне теперь надо идти на... Куда? Площадь... Ленина? Ага. Или Октябрь... Или... Что там Октябрьская? Станция Октябрьская, да, наверное? Опа. Ты чё? Ё-мать. Я вспомнил что-то подобное. Но вряд ли сейчас за мной приедет... Проводник. Давайте закончим прямо здесь. Такой фонарик себе включу. Вот так вот, да? Утонул. Ещё как раз сохранение прошло в этот момент. Ну вот я в лодке. О, фу-фу, пиявки. Ну хорошо, что они отпадают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В следующей серии уже отправимся куда-то на лодке. Моднявый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok